Здравствуйте, уважаемые коллеги. Давайте договоримся. Значит, если вы что-то хотите сказать, я тут еще не поняла, как руку поднимать, но есть у нас реакции, да? У нас есть вот такой значок, либо вот такой значок, либо если я обращаюсь к вам непосредственно по имени, тогда вы тоже скажете мысль. Ну, я думаю, что мы сильно друг друга не перебьем. Итак, я начинаю свой мастер-класс и хотела бы обратить ваше внимание на следующее задание. Так, секундочку. Слайд виден всем? Да. Вот, к сожалению, если я сделаю показ слайдов, я не знаю, как одновременно видеть вас. Вы нас будете видеть. Должны. Так, сейчас сделаю. Еще раз, просто два раза. Так, все, вот так. Видно? Видно. Всем все видно. Итак, хотелось бы мне у вас спросить, что общего у всех этих изображений? Давайте попробуем порассуждать. Элла Федоровна, как вам кажется, какой-нибудь, любой из них прокомментируете? Какое? Какое-то одно из них прокомментировать. Любое или все? Что вы общего увидели? Ну, не знаю. Может быть, какое-то предупреждение. Так, я уже вижу, мне в чате пишут. Анна и Татьяна, извините, отчество, я не помню сейчас всех. Можно по именам? Можно. Спасибо большое. Так, увидели уже общее. Пожалуйста, тогда, Анна Евгеньевна, почему вы к этому общему пришли? Ну, прием в карате, прием лекарственных препаратов, прием сигнала, я вижу. Прием в кабинете у врача и, конечно же, наши методические приемы из технологии развития критического мышления, зигзаг, корзина идей и так далее. Совершенно верно. Это все посвящено приему. Это все объединяет понятие прием. И я думаю, что вы согласитесь со мной. Мы сегодня все здесь собрались для того, чтобы научиться некоторым методическим приемам. В данном случае я показала на примере вам прием «Ассоциативный ряд». Это прием из технологии развития критического мышления, и он основан на использовании личного опыта учеников. Я на минутку остановлю демонстрацию, потому что переключить слайд. А, вот, переключила. Итак, я Карабибер Галина Борисовна, учитель географии из города Минусинска. И мой мастер-класс – это некоторые приемы развития критического мышления. И мне хотелось бы задать вам вопрос, а какой прием вы хотели бы сегодня со мной освоить или повторить? В общем, не называя, а его качество. Давайте, пожалуйста, Элла Федоровна. Ну, я люблю очень приемы на анализ. На анализ, хорошо. Анна Евгеньевна. Моя любимая рефлексия. Рефлексия. Так, Галина Владимировна, общую характеристику. Мне бы хотелось посмотреть причинно-следственные связи. Причинно-следственные связи. Нет, я имею в виду сейчас не название конкретных приемов, да, а характеристику приема в общем, который бы, он должен быть представленный сегодня вам. Итак, аналитический, рефлексивный. Ну, анализ и синтез, в принципе, и выстраиваемый. Анализ, синтез, так. Галина Владимировна, так, Татьяна Викторовна. Я соглашусь со всеми. Екатерина Андреевна. Да, я тоже согласна абсолютно со всеми. Татьяна Александровна. Сравнение, например. Ну, например, прием сравнения. Ну, насколько я вашим запросам сегодня буду соответствовать, мы посмотрим. Ну, в основном, я думаю, что все со мной согласятся, что вы хотите увидеть что-то универсальное, да, что-то применимое и легко повторяемое, что-то достаточно интересное и мотивирующее, и, ну, конечно же, настраивающее на работу. Я прошу вас отметить реакциями, насколько вы согласны. Вижу, спасибо. Итак, я хотела бы вам представить такой прием, который я люблю. Он может быть не совсем новый, но очень универсальный. Это прием-группировка, прием из технологии развития критического мышления. Этот прием применим в разных ситуациях и с разными целями. Вот, обратите внимание на экран. В данном случае перед вами задание. Разделите понятие на четыре группы по заранее заданному признаку. Признак среда обитания. Итак, давайте попробуем, коллеги, проиграть на себе этот приемчик. Татьяна Александровна, какую бы группу в первую вы выделили по средам обитания? Водная среда обитания. Водная среда обитания. Так, кого бы вы туда отнесли? Акула и водоросли. Так, почему? Очевидно, акула обитает в водной среде обитания, водоросли также. Спасибо. Екатерина Андреевна, какую бы вы группу еще добавили? Наземная среда обитания. Наземная среда обитания. Это кого вы имеете в виду из живых организмов? Это дерево и... Не вижу еще картинку. А, сейчас, сейчас, скрою, простите, корова. Дерево и корова. Совершенно верно. Это наземно-воздушная среда обитания. Дерево и корова. Так, хорошо. Татьяна Викторовна, какую следующую бы вы группу могли назвать? Я боюсь ошибиться, но вот почва. Дождевой червь, крот. Совершенно верно. Почва или подземная среда обитания. Это дождевой червь и крот. И еще одна среда обитания, пожалуйста, Галина Владимировна. Вот боюсь ошибиться тоже, как называется эта среда обитания, лиана и гусеница. Тут уже... Паразиты. Паразиты. Да. И вот таким образом мы выходим на актуализацию, на определение затруднений. У учеников в том числе обычно среда обитания другой живой организм вызывает некоторые затруднения. То есть прием группировка в данном случае помогает выявить затруднения учеников. Согласны со мной? Да. Итак, проверим, да, по шаблону. Конечно же, если этот прием применять в начале урока для актуализации, для выявления затруднений, то логично будет организовать потом самопроверку или взаимопроверку по шаблону. И объяснить ребят, если у них не совпадает, почему, как ход их мыслей шел. То есть таким образом они еще научатся рассуждать. Итак, прием группировка. Его суть, обратите внимание, коллеги, я думаю, вы все уже понимаете, что ряд слов, предметов, фигур, цифр предлагается ученикам разделить на группы, обосновывая свои высказывания. Основание классификации признаки, которые дети выявляют либо сами, либо признаки предлагает учитель. Вот когда признаки предлагает учитель, это для актуализации, для выявления затруднений, а чтобы учить детей коммуницировать, высказывать свое мнение, формулировать свои суждения, обобщать. Пожалуйста, я предлагаю вам следующее задание. Уважаемые коллеги, перед вами 10 объектов. Всем видно? Перед вами 10 объектов. Я не даю вам признаков классификации. Самостоятельно сейчас, в течение ближайших трех минут, я думаю, вам хватит, да? Попробуйте объединить объекты в группы и объяснить, почему вы именно так их объединили. Это предметы будут, наверное. Так, к сожалению, не успеваю следить за экраном и кто чего говорит, поэтому, пожалуйста, обозначайте. И к тому же у меня сейчас на экране видны не все, мне стрелочкой приходится перелистывать. Я думаю, удобнее мне будет самой обращаться к вам, да? В таком случае. Татьяна Викторовна, какую бы вы группу здесь выделили первую? Начните, пожалуйста. Ну, я вообще сам принцип пока только поняла. Видимо, это какие-то знаковые системы, да? Может быть, группу вот математически я вижу пятая, седьмая. Так, вы бы объединили пятое и седьмое изображение в группу, связанную с чем? Математическая система. Вы в ней что-то увидели, общие математические системы. Так. Обращаю ваше внимание, коллеги. Есть ли группировка, как прием используется на уроке? Мне нужно, чтобы вы ответили мне по поводу... Что, что у кого-то звук, кто-то разговаривает? Коллеги. Все, все, продолжаем. Да, извините, пожалуйста. Нюансы дистанционного образования. Итак, Татьяна Викторовна предложила пятую и седьмую в одну группу по признакам чего-то математического объединить. Вообще, применяя этот прием, группировку, характерно то, что если дается задание на группировку без заранее объявленных признаков, то здесь нет неправильных ответов. Здесь больше, скажем так, нацелено на то, чтобы ребенок мог аргументировать свое мнение, высказывать суждение. Итак, пожалуйста, Элла Федоровна, я бы хотела услышать вас. Ну, я бы объединила, наверное, вторую и шестую, потому что, по-моему, они оба касаются биологии. Вторая и шестая касаются биологии. Так, спасибо. Так, Анна Евгеньевна? Давайте определим нашу общую с вами любимую географию. Это номер три и номер восемь. А я бы туда еще первую добавила, спасибо. Первую? Да. Да, как географический объект, какой твой адрес, соглашусь. Спасибо. Так, Галина Владимировна? Я бы объединила все картинки вместе в одну группу. Школьные предметы. Тоже вариант. Спасибо, Галина Владимировна. Татьяна Викторовна у нас уже высказалась, Екатерина Андреевна. И мне. Ну, по большому счету, здесь уже почти все сгруппировали. Наверное, стоит вообще в целом объяснить, что здесь происходит группировка предметов школьных по циклам. Естественно, научный, физико-математический и так далее. Поэтому, наверное, можно даже сразу номер два, номер три, номер шесть, номер восемь, номер, какой я тут не вижу, вот где химия, да? Все это сделать, естественно, научным циклом сразу предметов. Хорошо, замечательно, коллеги. Это все, конечно, замечательно, но нужно помнить, что мы, прежде всего, не только учителя, но и люди. Татьяна Александровна? Первую и четвертую можно объединить. Мне кажется, они как-то связаны с информатикой, что первая, что четвертая картинка. Да, вполне может быть. Ценно ваше мнение. Ну что ж, коллеги, наша суть неправильно прорешать сейчас данный пример, а понять, как можно применять прием группировка. Смотрите, я бы еще на классном часу могла бы применить девятое, например, и десятое изображение, если бы, допустим, с детьми беседовала на какие-то этические темы, на темы общения, на темы буллинга. То есть, суть ведь не в тех картинках, которые я сегодня выбрала для вас, а суть приема в группировке в том, что ее можно применять на любом предмете для разных целей. Вы со мной согласны? Конечно. Значки. Спасибо. Ну что ж, еще один способ применения приема группировка. Может быть, он будет для вас немножко неожиданный. Итак, давайте договоримся так. Дело в том, что я так понимаю, что все стараются соблюдать здоровьесберегающие принципы. И группировка удобна для того, чтобы, не выходя из темы урока, сделать физминутку, чего я вам сейчас и предлагаю. Итак, я вам сейчас буду называть живые организмы из первого нашего задания. И хотелось бы видеть на экране, как вы поддерживаете свое здоровье, потому что мы уже третий урок с вами сидим, третий мастер-класс. И хотелось бы, чтобы вы поддержали руками. Давайте договоримся. Если я буду называть живой организм из наземно-воздушной среды, вы показываете вот так. Покажите, пожалуйста. Вот так. Активно. Пошевелиться, надо кровь разогнать. Если из водной среды, то повращаем плечами, как пловцы. Давайте, повращаем плечами, разгоним кровушку. А если что-то хрустит, то ничего? Ничего страшного. Это как раз вот для того, чтобы дальше не хрустило. Так, если подземная среда, давайте сделаем топ-топ ногами, но не так, чтобы стрясти оборудование. Просто с носочков не отрывая, поподнимаем колено. Одно, второе, одно, второе колено. Хорошо? Ну и если среда обитания – это другой живой организм, то можно вот так вот повращать головой. Размяться. Так, не вижу, коллеги. Как все-таки в этом отношении в классе проще. Видишь реакцию детей, а тут иногда подвисает изображение. Ну что ж, начнем нашу физминутку. Прием-группировка применяется для проведения физминутки. Акула. Какую группу? Так, давайте ее отнесем, да, повращаем плечами. Дождевые черви. Ну, сейчас этого плохо видно, может быть. А, дождевые? Ногами. Все делают зарядку, никто не отлынивает? Все-все. Дерево. Наземно-воздушная среда. Дерево. Гусеницы. Еще, да. Лиана. Лиана – это среда обитания, другой живой организм. Коллеги, что-то у вас изображение? Так, дальше. Водоросли. Размяли спинку, плечики. Крот. Слышу. Спасибо. Ну, и корова. Наземно-воздушная среда. Ну, вот, а почему коровы не летают? Нам все-таки поможет разобраться критическое мышление, которое помогает формировать прием группировки. Спасибо вам огромное, коллеги. Я готова ответить на ваши вопросы. Итак, у участников есть вопросы? Пока не от жюри, а от участников. Ну, что ж, теперь бы мне хотелось услышать обратную связь. Полезен ли бы вам был этот мастер-класс? Если полезен, показывайте знак «палец вверх». Если это для вас ничего нового, то хлопки. Так, вижу, вижу. Спасибо большое. Мне было очень с вами приятно пообщаться. Надеюсь, что так же, как и я от вас получаю много очень полезного сегодня, так и мне частичкой своей пользы пришлось с вами, вернее, пришлось, удалось с вами поделиться. Спасибо, коллеги.